спонсор этого видео магазин цифровых товаров заказака.ком лучшие цены на компьютерные игры и не только гарантия сто процентов и моментальная доставка а также ежедневные раздачи дорогих игр и конкурсы заказака ссылки в описании всем привет с вами лук и сегодня мы поговорим о фразе в стиле проводя время в наших с вами интернетах я часто натыкаюсь на людей в комментах которые пишут о том как же раньше все было здорово и какое же сейчас творится дерьмо вокруг мы в дерьме мы в дерьме причем эти люди абсолютно разных возрастов идеологий и даже наций читаю я значит комментарии под постами и тут всплывают монологи о том что нужно нравственность возрождать как в былые времена и о том что молодежь нынче не та пошла и вообще раньше было лучше люди от чего-то вдруг стали уверены в том что когда-то было идеальное время где трава была зеленее масло маслянее девушки приличнее молодежь умнее и в то время по натертым до блеска тротуаром гуляли счастливые многодетные семьи и всюду царили справедливость и порядок и даже государство заботилась о каждом гражданине убийств и других насильственных преступлений вообще не было причем стилистика этого потерянного рая весьма разнообразные зависит в основном от идеологии возраста и нации фантазирующих если обобщить все влажные фантазии этих людей то получится следующее когда-то к примеру во время советского союза или во времена российской империи или вообще во времена руси языческой было все отлично и хорошо прям рай на земле но потом вдруг мир окутали темные тучи которые вдруг уничтожили всю красоту мира земного и осталось на земле лишь и вот теперь мы сидим у разбитого корыто и тоскуем который век пытаемся возродить все давно утрачено и однако что-то все же мешает так что же было раньше о чем тоскуют сотни тысяч комментаторов из социальных сетей давайте я вам расскажу раньше было рабством это такая веселая в кавычках штука которая существовала на протяжении длительного времени на нашей планете у нас рабство называлось крепостным правом крепостное право существовало огромную часть истории руси жизнь крестьян тех времен вряд ли заставит современного человека ей восхищаться вши болезни каторжный труд отсутствие медицины и образования полная зависимость от милости помещика кто-то может возразить мол крепостное право это не совсем рабство тут есть доля правды крепостной отличался от американского раба да закон формально но далеко не всегда на практике защищал крепостных от чрезмерных поборов и насилия владельца крепостные в отличие от рабов которые находились в полной личной собственности владельца содержали себя сами отдавая часть своего дохода помещику однако крепостного со всей его семьей могли спокойно проиграть в карты а когда человека можно проиграть в карты или продать как какую-то вещь не называется ли это рабством именно этот период побудил лермонтова написать известное стихотворение прощай немытая россия страна рабов страна господ и вы мундиры голубые и ты им преданный народ быть может за стеной кавказа сокроюсь от твоих пашей от их всевидящего глаза от их всеслышащих ушей что там еще было в прошлом отсутствие образования до 18 века образование крестьян было крайне низким а в 18 веке крестьяне были допущены в школу до этого момента обучение крестьянским детям а уж тем более крепостным было просто недоступно это всегда было на руку людям у власти тем кто управляет крепостными в этом всячески власть имущим помогала церковь ведь последняя строится на невежестве людей которым можно навешать лапши о том что все создало какое-то всесильное существо что земле всего шесть тысяч лет и что из воды можно делать вино и прочие сказки церковь всегда старалась и старается обезоружить своих прихожан интеллектуально чтобы они не засомневались в ее мифах лишив попов их доходов чем папы навредили вам лично что случилось ну во первых мне что-то не нравится что опять россию пытаются скормить православие это мы уже один раз сделали это как мы обрекли страну на 700 лет невежество тупости вшей лучин сплошных актойков честь менее полной безграмотности отсутствие медицины культуры науки только ради того чтобы существовало православие исход мы знаем он был семнадцатом году понимаете в россии сейчас насколько я знаю существует очень большой рынок религиозных услуг и существует множество организаций которые производят эти религиозные услуги так называемую благодать или какие-то другие магические штучки но грубо нарушается при этом закона конкуренция посмотрите что получается действительно сидит какой-то безумный дяденька который говорит что у него из нос выходит синий луч и он этим опыт таким образом лечит людей от тяжелых заболеваний но хорошо понятно что дяденька безумно но рядом сидит другой дяденька который сообщает что вот он берет кусок булки и от того что он споет над куском булки несколько песенок кусок булки превратится в кусок мяса мертвого мужчины умершего 2000 лет назад и кстати возможно все равны и этот дяденька да и этот дяденька обвиняет дяденьку синим лучом в шарлатанстве безобразия образованный человек обязательно усомниться в церковных постулатах просто в силу своего образования и выросшего из него критического мышления и это очень хорошо понимают в церкви которая всячески насаждала и насаждает идею того что отказ от критического мышления и принятие всего сказанного попом это благо вот например очень прикольно один поп рассказывал о том что не нужно лечиться вы думаете что вечно жить вот вот этой смрадной плоти это это великое счастье что ли да нет умереть большее счастье когда бог прикажет и ты готов поэтому батька ваш нормальный мужик надоело ему лечиться раздеваться перед врачами понимает там там мочу сдал там кал сдал сколько можно какать в баночку писать в баночку сколько можно общить заниматься всю жизнь ты писаешь в баночке какаешь в баночке носишься с этим всеми каками писем и этими всеми там по этим лабораториям только ну сколько можно вообще а что мы вечно живем что мы умираем все раньше и раньше и раньше и раньше и дети уже рождаются раковы больные понимаете бестолковая ерунда это все знаете пейте святую воду по крайней мере почаще и молитесь богу а раз уж умирать пришлось ну умираете ну а что делать вы умираете а куда деваться о знаете что еще было раньше бесправие женщин прикольная такая штука да общество традиционно приписывала женщинам роль домохозяек ни о каком образовании женщины уж тем более равноправие с мужчинами речи не шло среди крестьян была популярна практика ранних браков после которых судьба женщин была расписана на годы вперед но это когда молодую девочку отдавали замуж заранее выбранного жениха родителями это этакое рабство у рабов прикольно да что там еще было в прошлом о отсутствие нормальной медицины и диагностики болезней это сейчас мы можем диагностировать рак на ранних стадиях а в прошлом такой возможности не было умер человек от неизвестной болезни ну значит захворал так надо а куда деваться так что там еще было у людей в прошлом а ну это то что если сейчас войны люди пиздец как любят воевать нас хлебом не кормить дай кому нибудь рожу прострелить причем воюем мы из-за всего религия территория ресурсы женщины оскорбления вообще из-за всего тут даже особого повода не надо так что война это тоже вполне традиционная штука ладно думаю это понятно люди которые считают что раньше была вода вкуснее а трава зеленее ошибаются в прошлом были рабство отсутствие медицины ранние браки высокая детская смертность бесправие то что многим представляется идеальными нравами людей прошлого чаще всего лишь побочный эффект удручающих жизненных условий людей всегда пугало неизвестное будущее но были те личности которые несмотря ни на что двигали этот мир вперед двигали несмотря на недовольные возгласы консерваторов эти люди проявлявшие удивительные нравственные качества совершавшие выдающиеся поступки дарившие миру высокие идеалы их взор был всегда направлен в будущее они в прошлое как сказал генри форд если бы я спросил людей чего они хотят они бы попросили более быструю лошадь раньше не было лучше регрессы общества не в счет они никогда не будут абсолютными и во всем настоящее время всегда лучше прошлого именно прогресс рождает высокие моральные стандарты современный среднестатистический человек желает вернуться в так называемый золотой век сохранив при этом все свои права в настоящем которые как раз таки и появились благодаря пролитой крови в прошлом благодаря тем отважным людям которые смотрели не в прошлое а в будущее но и напоследок давайте еще вот какую тему затронем поговорим о криках про то что молодежь нынче совсем другая и вообще гораздо хуже чем раньше я долго распинаться не буду давайте может вспомним разгульный образ жизни есенина да его еще в школе проходят а был он еще тем гулякой про него бы сейчас сказали что он плохая молодежь или может вспомним дуэлянта пушкина эти люди ввели крайне разгульный образ жизни они бухали устраивали дуэли но это не помешало им стать теми чьи стихи изучают миллионы молодежь вдруг по щелчку пальца не стало плохой это вы повзрослели и у вас сменились интересы а молодежь как любила так и любит ну кроме последнего дети с подростками всегда творили херню и на это всегда сетовал старшее поколение так было есть и будет ладно всем спасибо за просмотр с вами был лурк ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока раньше было лучше было веселей деревья были выше трава зеленей музыка лучше было тогда когда вы не и